вопрос от аллы по family and friends кстати тоже связан с домашкой меня мучает один вопрос пишет алла правильно ли я делаю очень хочу слышать ваше мнение мы занимаемся по ученикам family and friends занятия проходят в школе это курсы у меня частные сразу после основных уроков и в года дети забывали учебники дома поэтому я им предложил оставлять их классбук и ворбу в классе чтобы все полноценно работали на уроке тоже так делаю это правильно за пять минут до окончания урока ребята выполняют самостоятельно все дз ворбук и если есть какие-либо вопросы все в индивидуальном порядке мы разбираем то есть сразу видно им что понятно что нет на уроке качестве дз скидываю готовый видео урок чтобы повторялись за диктором учили новые слова песенки чанты то есть работа дома устная из своего эксперимента пока вижу один минус это то что родители не видят чем мы занимаемся что мы делаем возможно ли такой вариант работы или все-таки надо чтобы ученики выполняли письменное задание дома заранее благодарна вам за совет алла вы же мои мнения слышали по поводу домашки да зайдя в мою группу cambridge english великие луки вы видите как мы работаем с родителями они знают все что у нас происходит не только потому что у них есть там мобильное приложение они это видят нет мы сразу опять же на организационном собрании ямбе ребята у нас нет открытых уроков нет открытых уроков потому что и нет домашки нет открытых уроков почему во первых дети ведут себя не так хорошо как обычно почему-то при родителях они ведут себя намного хуже во вторых урок проходит на английском языке чего там родители могут понять на английском языке даже если я им дам чем чек-листом и они просто оценочки поставят как бы оцените interaction оцените как ваши дети отвечают бегло на вопросы ты 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 это не будет хорошо а каждый месяц каждый месяц я снимаю каждую группу фрагмент фрагмент урока и выкладываю и родители видят и по фотографиям и по видео я скидываю это в вк в группу о котором грилла cambridge english великие луки я скидываю это в ватсап чат у нас с родителями рабочий ватсап чат из каждой группы отдельно и при этом я пишу еще комментарии что происходит да то есть оцените как наши дети бегло отвечают на любой вопрос который они слышат от ведущего оцените как ваши дети могут самостоятельно описать комнату послушайте как уши радуются ты 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 а посмотрите как они любят наш город великие луки какой проектом постер они об этом сделали и написали об этом на английском языке а вот это постер у нас дети писали их любимые позящен да то есть их любимые личные вещи и почему они им дороги это бы уровень а два вот то есть я много снимаю я очень много снимаю это материал для меня как учителя как методиста для других моих ведущих как учителей которые работают клубе и для родителей и для детей то есть есть что показать и это надо много много снимать и когда они будут видеть эти все видео этот прогресс то они конечно все увидят поверьте мне родители ведь вводят наверное не но не столько для процесса сколько для результата если вы сдаёте кембриджские экзамены вот это есть результат который им достаточно плюс еще если вы им регулярно будете посылать различные видео различные фото они будут видеть движуху им нравится что дети бегут потому что всегда что то есть интересно в этом кембриджском клубе вот это то что надо вот это самое самое то то есть родителям о том что дети у детей есть прогресс можно показать не только домашкой да часто я от своих родителей слышу вы знаете спасибо вам большое он домашку выполняет сам в школе то есть не нашу домашку школьную домашку я вообще не лезу я вообще не трогаю я удивляюсь насколько он легко и быстро сам справляется вот здесь они тоже могут увидеть понимать результат потому что это результат как раз таки вот ваших как бы занятий не занятий школьного учителя не хочу обижать конечно школьных учителей вот поэтому можно пока по-разному как бы показать этот результат да мой мой совет больше снимайте видео больше снимайте фото лучше видео потому что только там можно увидеть дайте тот проект который как я вам говорила пиши свой завтрак допустим там да они вот видео снимали I love eggs I have two eggs for breakfast today то есть элементарными фразами там малявки выйти вообще там конец первого года обучения и то писали да снять видео свои комнаты рассказать на английском языке вот это то что им покажет как бы все это дело да так на этот вопрос у нас ответили мы вопрос восьмой от Инны одной из моих самых любимых коллег и активных подписей итак вопрос следующий буду признательна за информацию касательно подбора персонала если какие-то критерии при подборе сотрудников возможно этот вопрос не совсем для этой группы я имею ввиду Cambridge teacher да эта группа больше для учителей вопрос больше касается руководителей для руководителей у меня есть отдельная группа которую только начинаю развивать это закрытая группа закрытый форум который называется деловая колбаса можно выйти подать заявочку если вы руководитель мы основные вопросы разбираем там такого плана да но я отвечу опять же это будет совет не ответ да как подбирать себе правильно персонал будь это администратор будь это учитель будь это уборщица вообще не важно кто я смотрю не столько на ее профессиональные заслуги я смотрю на личное качество подходит мне этот человек или не подходит дело которым я занимаюсь дело очень нужное дело очень важное гуманное и мне нужен игрок моей команды то есть мне нужен человек близкий мне по духу мне нужен человек который разделяет со мной мои ценности когда я только начинала работать в городе великие луки я искала себе персонал это было крайне сложно потому что мы регион у нас нет квалифицированных таких вот скажем так вот british council там кембриджских учителей но дело не в этом дело не в этом мне посоветовали одного преподавателя тоже да я в городе был новый человек никого не знала так особо она тоже работает по family and friends в нашем городе кроме того она выиграла конкурс по релоде по lesson plan и конечно мне этот человек в принципе через релод я узнала не да я с ней встречаюсь и тут мне этот человек говорит что она ненавидит social nets у нее нет страниц в контакте и так далее она никогда не снимает не выкладывает ни видео не фото детей потому что это нельзя делать и все 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 такое какая ты не была умничка но я никогда тебе не возьму свою команду потому что я не разделяю это мнение я считаю что любой любой ресурс который не возьмешь это зло и добро любой понимаете возьми нож его можно использовать для убийства можно использовать для того чтобы резать хлеб также и интернет и все остальные ресурсы понимаете сразу эта кандидатура для меня была закрыта но пришел ко мне вот давайте я вам расскажу последний случай пришел ко мне человек из Украины наконец-то кто-то хоть есть из моих соотечественников со сложной жизненной ситуацией она работала в Америке несколько лет но при этом сам язык у нее не академический да то есть представьте себе то есть он разговорный но не академический много ошибок различных да но я вижу что она тянется я вижу что она хочет выгрести из того где она есть работала она совершенно не учителем совершенно просто вот у нее жизнь так сложилась что она больше десяти лет там провела язык какой-то схватила а сейчас вот так вот складывается жизненное обстоятельство что ей не хватает денег что она хочет поменять все в своей жизни дети выросли у нее есть время у нее есть желание я взяла ее я еще вот уже мы с ней с сентября месяца сейчас работаем я ни разу не пожалела что я ее взяла да у нее нет пока perfect language но она тянется да пока у нее нет пока нет тики-ти кембриджской квалификации но она ее возьмет она и язык с кембриджский экзамен да и тики-ти она возьмет потому что она тянется у нее есть желание выгрести другой экзампл приехала ко мне женщина из деревни здесь недалеко у нас да я у нее спрашиваю а у нее то есть тоже она не местная приехала из казахстана я спрашиваю пожилая женщина такая у нее был были сертификаты тоже british council и всех таких дел я говорю почему вы приехали ко мне что вы хотите она говорит я там умираю я не могу все это мой человек да то есть я больше смотрю при подборе персонала на личные качества на желание развиваться и насколько ценности совпадают с моими вот это самое главное на что я лично обращаю внимание при подборе персонала вот опять же зачем вам нужен этот человек если вы только начинаете расти и вам вы понимаете что вы уже одна не справляетесь у меня кстати в прошлом году был стрим расти ли не расти найдите его посмотрите так вот однозначно ответ расти и брать персонал однозначно брать но опять же вы не сможете на него сто процентов переложить все люди почему идут к вам потому что они хотят вас и тут вы им говорите нет буду не я будет наталья петровна понимаете какая наталья петровна вообще мы не хотим наталья петровна но мы хотим вас, мы привели ребенка к вам. Вы не сможете передать людей, вы будете терять людей. Поэтому я советую круговую систему. Тоже когда-то я рассказывала об этом. То есть вы ведете две группы одновременно, но вы берете самое сложное на себя, пусть это будет vocab, grammar, а ей даете, допустим, что-то полегче. Numbers, letters, reading, что-то попроще. Понимаете, потом вы, допустим, поработали тут полчаса, идете туда, делаете то же самое полчаса. Она здесь буковки свои повела, научила детей читать полчаса. Пошла туда полчаса. И когда вам приводят нового ребенка, и вы говорите, они спрашивают, кто будет преподаватель, вы говорите, я и Наталья Петровна. Они говорят, мы не хотим Наталья Петровна, хотим вас. Вы им говорите, буду и я, и она. Вам еще будет классно и круче вообще. То есть вот так потихонечку вы наберете себе команду. Вот мое вам как бы пожелание. Сразу настраивайтесь на то, что не будет второго преподавателя, как вы, оно и не должно быть. Я не хочу, чтобы у меня была Ольга номер два, Ольга номер три и так далее. Каждая из нас имеет свою изюминку. Каждый преподаватель имеет свою харизму, свои плюсы и свои минусы. Надо сесть с человеком, обсудить, в чем он хорош. Дать ему эту часть. Научить его вести какую-то там определенную часть занятий и так далее. И так далее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова